Коллеги, добрый день. Зовут меня Мария Нинашева. Я действующий консультант-аналитик по внедрению системы 1С. Основное мое направление это документооборот и 1С-архив. Также некоторые другие системы, с которыми мы делали интеграции. Обычно внедряются сразу несколько систем. 1С-архив является такой системой, которая у нас интеграционная, то есть в 1С-архиве мы храним документы. Поэтому это связующее звено каких-либо других систем, которые мы используем в нашей организации. Приходится очень плотно контактировать со всей экосистемой программ. Я на текущий момент видео свое отключу, чтобы мы с вами уже друг друга увидели. Запущу демонстрацию презентации, чтобы мы ее видели. И мы посмотрим, чем мы сегодня с вами будем заниматься. Напишите мне в чат букву П, если видно мою презентацию. Все, вижу. Значит, презентацию видно. Старайтесь, пожалуйста, мне на вопросики отвечать в чате, чтобы я знала, что вы меня видите, слышите. Удаленка это такое дело, что нужно стараться быть ВКонтакте. Сегодня мы с вами поговорим про программу 1С-архив. Проговорим, какие цели и задачи решает наша система 1С-архив. Посмотрим общий обзор возможностей этой системы и поговорим о том, как эта система интегрируется с другими системами, как она может интегрироваться. Напишите мне в чат, кто вообще вживую видел когда-либо 1С-архив. Саму эту программу. Может, кто-то демонстрировал, может, где-то уже внедренным видели, может, у себя внедряете, внедрили, используете. Напишите, вот, пожалуйста, свой опыт контакта с этой системой. Ну, а я пока открою демонстрацию самой системы 1С-архив. Запущу. Так. Не то. Мы, между прочим, уже даже видели запущенные проекты по 1С-архиву. Они не такие частые. Ну, видели даже системы уже рабочие. У нас у самих было, ну, это, который помимо нас, у нас у самих было несколько проектов, которые у нас внедрение параллельное. 1С-документы оборот и 1С-архив. Вот. Ну, кроме нас, мы пока очень редко видим коллег, которые на это решили. Система новая. Много здесь интересного, функционального. Так, напишите мне, что вы видите 1С-архив. Напишите в чат букву А, чтобы я знала, что у меня демонстрация переключилась. Пожалуйста, не жалейте на меня. Нажимайте кнопочки. Отлично. Все, видим. Система 1С-архив, она предназначена чисто для хранения документов. То есть, если мы говорим о том, что мы где-то хотим ввести документацию, то есть хранить историю по согласованию договоров, где-то ввести, или там, ну, были у нас кейсы, там, какой-то определенный вид документов, там, организационно-распорядительную документацию, говорят, нам нужно вот где-то хранить. Мы хотим 1С-архив. 1С-архив – это иная система. Она не предназначена для того, чтобы мы там что-то согласовывали, какую-то деятельность ввели. Здесь у нас документы просто хранятся. То есть, все остальное у нас должно происходить, все операции над документами где-то. Как обычно происходит. Допустим, мы внедряем сразу 1С-документ оборот. Там у нас мы заводим документ, мы его согласовываем, подписываем, исполняем. Там целый жизненный цикл происходит у нас в какой-то другой системе, например, 1С-документ оборот. Далее уже, когда мы передаем документы на хранение, только тогда они у нас попадают в 1С-архив. Нужно четко понимать, что функциональность этой системы и задача этой системы строго ограничена этими функциями. Не нужно менять функциональность, которая в нее заложена. Каждая система изначально создана разработчиками под определенные цели. То есть, в 1С-архиве мы храним документы, передаем их в архив, чтобы не содержать наш бумажный огромный архив, упрощаем себе жизнь. Причем эта система активно интегрируется не только с документ оборотом. Можно интегрироваться и с другими системами, и загружать информацию в 1С-архив разными способами. То есть, если мы с вами вкупе с 1С-документ оборотом внедряем 1С-архив, тогда это у нас бесшовная интеграция. То есть, пользователь у нас даже не видит, что он работает в двух системах. Но также возможно и из Excel загружать данные, также возможно обычной интеграции передавать данные. То есть, и так, и так, и так. Возможно, в зависимости от вашей системы, подобрать именно необходимый способ, как должна взаимодействовать система именно у вас, и как должна интегрироваться эта система с другими, с другими всеми имеющимися в вашей компании. Это обычно решается на предпроектном обследовании. То есть, нужно изучить, что у вас есть, какие системы, как сделать проще, легче, и только тогда принимать решение. Но я это к тому, что не стоит бежать и сразу покупать 1С-архив, а потом придумывать ему применение. Сначала нужно понять, какие задачи вы будете решать, и понять, в какой схеме вообще взаимодействия ваших систем. Только тогда стоит задумываться о покупке, приобретении программного продукта 1С-архив и его внедрении. Мы сейчас видим перед собой интерфейс 1С-архив. Он достаточно простой. То есть, мы переходим с вами в раздел «Главное». Сейчас мы находимся под нашим архивариусом. Мы находимся сейчас в разделе «Главное» и видим самую главную нашу рабочую область – это работа с документами. Это наш список документов, которые находятся, в принципе, в 1С-архиве. Как и в документообороте, здесь у нас такой же письменный стол. Я обычно называю это письменным столом. То есть, здесь у нас лежат все-все-все наши документы, которые в системе. Смотрим мы сейчас демонстрационную базу. И мы их можем раскладывать стопочками. Стопочками по разным принципам. То есть, мы можем по периоду разложить. Мы можем по виду документа разложить. То есть, у нас такой справочник присутствует. По форме документов, по организации, по подразделению, по контрагентам. Если мы говорим про интеграцию с другой системой, то нормативно-справочная информация, то есть, какие у нас ведутся организации, какие у нас виды документов, вся эта информация, все эти списки, они приходят у нас, должны быть идентичны в системах, из которых мы документы для архива получаем. То есть, соответствующие фильтры мы должны видеть и в системе источники, по сути. И оттуда получаем данные. Также у нас есть и кнопка «Создать». То есть, в самом архиве мы точно так же можем создать документ. У нас есть набор стандартных реквизитов. Как и в любой конфигурации 1С, мы можем создавать дополнительные реквизиты. То есть, мы можем элементы системы не только получать интеграции, но и заводить вручную, руками, через создание карточки нашего документа. Здесь ничего сложного. Простое рабочее место достаточно, не перенагруженное. Мы видим по левой части наши дела, сама по правой части наши документы, в которых мы видим те реквизиты, которые нам нужны. При необходимости пользователь может настроить и вот эти столбцы настроить так, как ему нужно, те данные, которые ему нужно видеть. Далее, переходим в раздел архив документов. Сама рабочая область с документами у нас тут тоже находится. Также мы здесь видим и другие рабочие места, которые нам нужны. То есть, здесь мы видим наши дела, тома. Дела, тома у нас совпадают с нашей общей методологией ведения дел. То есть, если у нас интегрируется система какая-либо, то у нас идентичные настройки, идентичная структура дел томов и в другой системе. То есть, это нужно предусмотреть при внедрении. Что-то новое здесь не напишешь. То есть, есть уже установленные в компании методологии ведения документации. Здесь мы просто повторяем то, что у вас уже ведется. Дальше. Мы видим ссылку источники документов. Да, в DNS-архив может поступать документация из разных источников. И это нормально. То есть, если, ну, в данном случае у нас видно, что у нас была интеграция настройки с документ оборотом 2.1 и 3.0. Сейчас, в данный момент 2.1 у нас был демоконтур. Демонстрационный стенд мы ее отключили. То есть, здесь может быть несколько систем, из которых у вас приходят документы на хранение. Допустим, договорную документацию вы храните в документ обороте. Она у вас приходит оттуда. Документация там рекоментированная, скрывающие документы, акты у вас хранится в другой системе, в учетной, по рекоментированному учету. И не заводится в документ оборот. Значит, сюда на архив вы сдаете из той системы, где ведете. То есть, DNS-архив может сразу коммуницировать с несколькими системами и иметь несколько настроек, причем получается совершенно разными способами, из разных настроек, из разных систем. Мы это сейчас вот здесь видим. Также у нас есть раздел отчетов. Стандартно у нас есть отчет список дел томов. Ну и, в общем-то, мы можем настроить в этом разделе, так же, как и в любой другой 1С, мы можем отчеты настроить, которые нам необходимы, используя стандартные механизмы. Дальше. Так как система у нас постоянно коммуницирует, мы должны видеть, что мы приняли и в каком состоянии наши принятые документы. Потому что при передаче у нас тоже есть обязательные процедуры проверки документов. То есть, пакет принятых документов – это списки всех пакетов, которые у нас пришли. И мы с вами посмотрели, например, посмотрели на нашу рабочую базу, как выглядит 1С-архив, проговорили, а с вами, вернемся к презентации, посмотрим некоторые теоретические моменты обобщим то, что мы видели. Итого, какая у нас с вами функциональность программы. Мы увидели, что мы можем принимать документы из разных систем источников, можем долговременно хранить электронные документы, а также бумажные документы. Немножко задержусь на электронных документах. У 1С-архив есть особенность относительно других систем. Если мы говорим про электронные документы, электронные цифровые подписи, все отметки об электронных цифровых подписях в 1С-архиве должны храниться долго, дольше, чем в обычных системах. То есть, если мы исполнили договор, и все, мы больше с ним не работаем, мы там какой-то заключили уже следующий договорной документ, то все-таки в архиве в дальнейшем у нас бывает необходимость прочесть отметку об электронной цифровой подписи, чтобы у нас было подтверждение значимости этой электронной цифровой подписи. Вот именно в 1С-архиве есть возможность через длительный период времени читать цифровые подписи и подтверждать их подлинность. Это особенность 1С-архива, так как он предназначен именно для хранения. Частый вопрос, потому что в обычных системах такая функциональность, она не обеспечена, обычно в системах по документу обороту. Также 1С-архив, ну как, нужно думать о том, соблюдаете ли вы все необходимые требования законодательства при осуществлении своего, своей работы с документами. 1С-архив предусматривает все механизмы, которые прописаны у нас в законодательстве. То есть, что касается, обычно, особенно государственные органы, если у нас государственными органами есть предусмотренные правила хранения документов, сроки хранения документов, обязательные процедуры для предприятий, занимающихся выделенными формами деятельности, то как раз-таки 1С-архив это предусматривает. Вам уже не нужно будет ломать голову, где-то нарушили закон, не нарушили, где-то ошиблись, не ошиблись, ну и, соответственно, не получить какие-либо штрафные санкции. 1С-архив вас от этого избавит абсолютно. Поэтому тут очень важно, если у вас есть какие-то особенные процедуры хранения, использовать архив. Как раз-таки далее в презентации описано, какие документы и сколько должны храниться. Вот эту всю информацию в обычном архиве архивариус должен знать и по организационным моментам вы должны это четко соблюдать, иначе можно на штрафные санкции где-то попасть, либо, когда вам нужно это предоставить. 1С-архив за вас прекрасно об этом подумает и вам об этом расскажет, какой документ, какого вида нужно хранить и поможет вам избежать таких ошибок, именно организационных, контрольных ошибок, чтобы вы избавили себя от лишних проблем. Также хранение документов у нас осуществляется в соответствии с требованиями с ГОСТ ИСО 16489.1 от 2019 года. Здесь тоже, если необходимо соблюдать этот закон, то, конечно, 1С-архив, он для вас незаменим. Что очень важно, уже проговаривала, что по электронным подписям 1С-архив имеет расширенную функциональность, но помимо того, что 1С-архив сможет хранить и обеспечить читабельность и проверку достоверности подписи длительное время, также у нас здесь соблюдаются законы об электронной подписи, общий закон и закон о персональных данных. То есть, если мы используем персональные данные, то здесь тоже мы можем полагаться на 1С-архив, он у нас, насколько это соблюдает. Можно включить функцию работы с персональными данными и далее уже не беспокоиться о том, что данные персональные у вас куда-то уйдут. Про то, что эта система интегрированная, мы уже с вами говорили. Есть у нас несколько способов интеграции. В любом случае у нас есть сдаточные описи, то есть в электронной форме, когда мы в произвольной форме пакет загружаем, когда мы загружаем бешевные интеграции. То есть эта процедура у нас в любом случае сохраняется. Мы видим списки переданных документов. Переданные документы подвигаются проверки, и мы видим дату ответственных лиц. И также у нас соблюдается сама процедура. То есть формируется пакет отправляемых документов. Далее у нас уже формируется в издаточную опись и хранится в 1С-архиве. Мы в любой момент можем достать его и изучить документ, который у нас находится. Видим, при передаче документа у нас передается некий реквизитный состав, который важен именно для хранения. При этом у нас передается не только реквизитный состав, но и электронные документы, сами контейнеры документов, если они таковые имеются. Так, мы с вами посмотрели списки в самой системе 1С-архив. Да, кстати, я не проговорила, что если у вас появляются вопросы, пожалуйста, сразу их пишите в чат, чтобы я не пропустила никакой вопрос. И я сразу по ходу дела постараюсь на них ответить. Также бывает у нас важный момент, что у нас бывают ситуации, когда у нас происходит повторная загрузка документа. При повторной загрузке документа система у нас УНЭ, она проверяет, что документ не уничтожен. Если у нас происходит дубль документа, система понимает, что документ не уничтожен, но он пытается повторно загрузиться, то система, соответственно, не примет у вас такой документ. То есть это тоже частый вопрос, а не будет ли у нас дублей. Нет, дублей не будет. Такая проверка у нас в 1С-архиве тоже существует. Также важный момент. В программе у нас предусмотрена выгрузка-забрузка бумажных документов. Файл бумажных документов у нас так же, как и электронные. Их хранятся, хранятся они в zip-файле. При тоже. Марье, извините, вы чуть-чуть подвисаете по звуку очень сильно. Так, слышу, постараюсь интернетом своим что-то сделать. У меня сегодня, видимо, провайдер хулиганит. Так, если звук пропадет, тогда тоже в чат пишите. Так, вижу, что вопрос. Покажите на тестовой базе работу с ЦЦП. Ну, к сожалению, самой электронной цифровой подписи у нас на тестовой базе нет. На текущий момент. Потому что, чтобы воспроизвести работу с электронной цифровой подписью, нужно и сертификат тестовый установить. Здесь нужно определенную проработку. тестового контура сделать. Учтем это обязательно. И в дальнейшем сделаем вебинар на эту тему. Скорее всего, объединим демонстрацию демо-стенда, интеграция с документом оборотом и работу с электронной цифровой подписью. Потому что у нас есть соответствующий кейс. Мы для клиента такой стенд делаем. И сделаем заодно и вебинар на эту тему. Спасибо за вопрос. Говорил уже, что у нас в программе можно загрузить документы и файлы вручную. Для этого тоже есть функциональность. То есть не только из другой системы, но и вручную тоже можно загрузить. Это большой плюс для тех компаний, которые не ведут весь учет свой автоматизированный, а часть учета ведут его вручную. Такие не часто, но встречаются, если это не очень крупная компания, и пока еще не успела автоматизировать. Или там новая компания, не успели они еще автоматизировать в полном мере свой учет. Бывает, что необходимо вручную. Также загружать. Про электронно-цифровую подпись сказал, что отдельно будем делать вебинар. Важно, что когда мы... 1С-архив у нас помогает нам, во-первых, правильно ввести наш документооборот, наш архив документов, то есть эту часть документооборот, которая связана с введением архива, соблюдая все законодательства, позволяет хранить документы в архиве в юридически значенном виде, будь то бумажные или электронные документы. А также программа 1С-архив очень сильно экономит время, когда вам нужно вытащить документ из архива, то есть уже прошло это время больших, объемных бумажных архивов, когда, чтобы найти документ, мы на целый день там уходим, секретарь уходит, капает нужный документ, и его предоставляет. Документ, архив позволяет нам найти быстро документ и предоставить его любому как контролирующему органу, так и контрагенту. То есть если мы говорим с вами о контролирующем органе, например, о ФНС, то формат документа, который даже электронный, мы достаем из 1С-архива, он абсолютно соответствует требованиям контролирующих органов, требованиям, в частном случае, ФНС. ФНС его прочитает, и не возникнет никаких вопросов. Тут важный момент тоже. Хоть уже очень давно мы все пользуемся электронным документооборотом, но все-таки иногда сталкиваемся с тем, что в компаниях считают, что если есть скан документа, то это приравнивается к электронному документу. У меня есть скан, я могу пойти с ним в суд, я могу предоставить скан этого документа контролирующим органам. Это неверное утверждение. То есть скан документа, он у нас не является юридически значимым. Это не электронный документ. Для того, чтобы документ у нас считался действительно электронным, он должен быть соответствующим образом зашифрован. На нем должна стоять соответствующая отметка. Он должен пройти определенный путь с оператором электронного документооборота. Поэтому здесь нужно понимать, что если вы работаете с электронным документооборотом, то либо вы сами обеспечиваете хранение своих документов в какой-либо системе, либо, ну, полагаетесь, как это говорится, на удачу. Допустим, у вашего оператора практически у каждого оператора есть личный кабинет, и там вы можете зайти и посмотреть электронные документы. Мы сталкивались с тем, что у оператора, на самом деле, оператор за долгосрочность хранения документов не отвечает. То есть, да, у него лежат ваши документы электронные, но в любой момент может случиться все, что угодно с сервером вашего оператора, а ответственность за документы не счете вы. Поэтому все-таки хранение самих файлов, самих файлов электронных документов обеспечить на своей стороне, на своих ресурсах, и при необходимости знать, что вы достанете их в целости и сохранности. Рассчитывать, что ваш оператор будет хранить вечные документы в своем личном, в вашем личном кабинете, на своих серверах, не стоит. Ну, либо можете, конечно, изучить ваш договор, и, может быть, найдете такой пункт. Мы просто сталкивались с такой ситуацией, и, к сожалению, документы были утеряны. Поэтому, если вы пока не думали о необходимости архивирования электронных документов, в частности, здесь стоит об этом задуматься. Это достаточно большие риски. Да, вот у нас, кстати, вопрос в чате. Как раз к концу подходим. Есть ли у нас в архиве готовый классификатор документов со сроками хранения? Документы обороты, статьи и сроки вводим вручную. Тут есть у нас разделы, которые касаются автоматических настроек. То есть можно выставить автоматические настройки, и по рекомендованным в соответствии с законодательством у вас выставятся сроки хранения. При этом мы можем вручную настроить. То есть если вы обычная коммерческая организация, у вас нет такой сложной структуры, как, допустим, какой-то государственной организации, где необходимо соблюдать дополнительное законодательство, дополнительные нормы, строго соблюдать. И они вас перенагрузят. Поэтому 1С-архив позволяет вам вручную настроить таким образом классификатор документов, как вам нужно со сроками хранения, в упрощенном виде и так, чтобы вам было удобно и не перенагружено. Вот. Поэтому к каждому проекту мы подходим индивидуально, смотря что и как нужно настроить конкретно вам. В любом случае это настраивается при внедрении, анализируется, описывается, настраивается при внедрении и при необходимости в дальнейшем можно в эти настройки вносить корректировки. Но обычно мы тщательно уверяем, для чего нужна та или иная настройка, действительно ли нужно так строго контролировать, как объединять по типам документы. Еще один вопрос наш. Где на самом деле хранить архив? Я немного затронула этот вопрос. Где на самом деле хранить архив? Это большая организационная такая проблема. Обычно бизнес, тот, который там сверху, он думает о прибылях, о суммах, о финансовых потоках. И никто особо не задумывается, где хранятся бумажки, или хранятся электронные документы, и относится иногда недостаточно серьезно к этому. Первый – это у нас бумажный архив, который нужно как-то, даже если он у вас бумажный, он у вас должен в порядке храниться, и нужно сократить время работы вашего специалиста, если вам можно поднять какой-то документ. Я сама работала в отделе когда-то, где у меня был в месяц порядка 1200, когда бумажных документов. И каждый месяц, ежемесячно подписывая 1200 документов, и архивируя дальше, складывая их, храня, контролируя их наличие, состояние. Это уходило у меня очень много времени на это. И было принято решение, что все-таки мы максимально переходим на электронные документы оборот. Но я считаю, что электронные документы хранить легче, чем бумажные. Потому что бумажные нужно, во-первых, куда-то сложить, обеспечить, чтобы там было сухо и удобно, а во-вторых, все равно как-то автоматизировать в какой-то системе путь к ним. Потому что если ваш специалист, допустим, секретарь, уйдет на полдня перекапывать бумажки, а это половина ее дня определенная сумма денег, и пересчитать все это в деньги, то это очень-очень дорого. Даже найти один документ, если у вас не структурировано это все. Поэтому первый вопрос, как хранить бумажные документы, обязательно автоматизировать. Второй вопрос, где и как хранить электронные документы. Электронные документы я уже проговорила. Можно, конечно, понадеяться на судьбу и хранить где-то у вашего оператора и до в личном кабинете, что они, рассчитываю, что они там будут сохраняться столько времени, сколько нужно. Но бывают всякие сбои. Все работаем с системами. Даже у меня сегодня не очень хорошо работает интернет, хотя это надежный провайдер, он мне не подводил. Ну вот, такие проблемы бывают. Что же может быть вашим оператором электронного документа оборота? А вдруг у него потеряется какой-то даже незначительный 10% ваших документов, а вам нужно будет предоставить для какой-нибудь перекрестной проверки документы. И что делать? Переподписывать, ходить, искать, договариваться с контрагентом, чтобы восстановить эти документы. В общем, нужно думать. На своих ресурсах хранить электронные документы как раз-таки можно, если у вас есть автоматизированная система, которая сохраняет файлы электронных документов. Если мы говорим про 1С-архив, здесь у нас хранятся файлы электронных документов. В практически любой конфигурации 1С есть стандартный механизм работы с электронными документами. Можно использовать для электронного документа оборота встроенный IDO. То есть механизм встроенный. Там все просто, как в почте. Входящие пакеты, исходящие пакеты и все, что мы с ними делаем. Утверждаем, отклоняем, подписываем. То есть можно хранить прямо внутри 1С этот архив документов. Есть такой раздел архив документов. И мы эти пакетики все видим, которые у нас поступили или ушли. Ну, конечно, есть тоже всегда риск того, что своя 1С-ка тоже полетит. Но такой механизм есть, и он помогает. Далее, если мы с вами выгружаем пакеты в архив, то как раз-таки это нам позволяет хранить в отдельной системе, чтобы не перенагружать нашу основную систему. Он позволяет хранить в отдельной системе документы, переносить их туда и уже не беспокоиться, что у нас основная база документооборота или ERP перенагрузится от архива электронных документов и будет у нас глобально расти. Я вижу вопросы уже более глубоко по поводу хранения, по поводу сроков хранения документов. Это достаточно интересные кейсы по хранению документов. Мы часто с ними сталкиваемся. И вопрос действительно очень важный. Где и как хранить электронные документы, как будет надежнее. Если в рамках текущего вебинара, к сожалению, у нас тоже возможность ограничена рассуждать на эту тему, мы с удовольствием разобрали бы ваш конкретный кейс по автоматизации этой области, по автоматизации архива документов, будь то электронный или бумажный. У каждого участника сегодняшнего вебинара у нас есть возможность назначить, провести с нами встречу именно по вашим вопросам, то есть разобрать индивидуально ваш вопрос по автоматизации. Все ваши особенности ведения документа оборота, возможно, у вас большой объем, или работать с какими-то документами, требующими долгосрочного хранения, чтобы индивидуально разобрать ваш вопрос как раз-таки в разрезе видов документов, в разрезе направленности документов, то мы можем это сделать индивидуально с вами на встрече. Я вижу у нас, у гостя нашего, у Евгения, есть как раз-таки точечные вопросы. Мы можем провести встречу и разобрать индивидуально вашу тему. Я вижу, что у вас большой срок хранения, 70 лет. Другое сообщение у нас, 70 лет, вот не сталкиваюсь с 70 лет хранения, поэтому предлагаю нам все-таки поговорить отдельно. Так, ну и, знаете, как сделать? Я тогда посмотрю выдержку по тем вопросам, которые у нас сейчас есть по поводу сроков хранения, официальную информацию, и мы можем направить, сделать нам, пожалуйста, запрос на электронную почту, что необходимо, по срокам хранения разъяснений. Я тогда направляю информацию. На нашем экране сейчас есть сверху номер телефона и электронная почта. Если какие-то вопросы у нас сегодня остались не раскрыты, нужно подробнее рассказать, то у нас первая есть возможность назначить отдельную встречу и конкретно разобрать ваш вопрос. Либо можете описать ваш вопрос, и мы письменно в почту тогда на него ответим. Так, есть ли у нас еще какие-то вопросы? У нас с вами еще немного времени не осталось, и мы можем разобрать. Да, вот Данил пишет в чат продублировать вопросы на почту. Это наша тоже действующая почта. Можете на нее сформулировать ваш вопрос, мы ответим. Вот, по электронным файлам документа мы достаточно подробно с вами проговорили. По контейнерам документов. Дальше, по уничтожению документов. Документы, сроки хранения которых истекли, у нас в системе подлежат уничтожению. Для этого у нас есть функциональность и предусмотрена отдельная команда уничтожения дел. Там мы работаем именно с уничтожением дел, и все наши действия, связанные с уничтожением, они у нас фиксируются в системе. То есть здесь мы избегаем такой ситуации, когда у нас что-то произошло, а мы потом не можем информацию. Вот так, что эта информация у нас в системе тоже хранится. Она у нас не бесконтрольная. Пример интеграции с ERP. Вот именно тестового контура у нас нет. Мы делали пример интеграции с документоборотом. С 2.1 делали, с 3.0 делали, демонстрационный стенд 2.1. Документоборот 3.0 более актуален в ситуации. Поэтому теоретически все для этого есть. Поэтому мы рассмотрим возможность создать демонстрационный контур и показать, как работает у нас интеграция с ERP. Тем для дальнейшего рассмотрения. Также я уже проговаривала, что когда мы принимаем документы из других систем, мы точно так же можем оттуда же тянуть и связи между документами, либо мы также можем устанавливать связи в нашу систему 1С архив, что тоже является очень удобным. Один из основных плюсов работы как в документобороте, так и в 1С архиве. Также это именно возможность прослеживать связи между документами, цепочки. То есть, чтобы найти связанный документ, нам не нужно куда-то там глубоко лезть, искать, как у нас связаны взаимосвязанные документы. У нас есть удобный механизм для работы со связями. Мы видим связанные документы прямо в карточке нашего документа. То есть, мы можем посмотреть все наши связки. Так. Мы с вами проговорили все основные вопросы относительно 1С архива. Посмотрели саму программу, пример программы документов. Также разобрали достаточно много вопросов и постарались на них ответить. Какие-то вопросы. Стараемся связаться, ответить на ваши вопросы. Потому что у нас в последнюю минуту, может, ERP может использоваться стандартно как библиотека интеграции 1С архив. Вот читаю. Ну, вот за ERP, но даже если это заявлено, однозначно сейчас ответить вам не могу, потому что практически это не делал. Делал только документы обороты. Поэтому по ERP сделаем мы отдельный вебинар. И про ERP, спасибо вам большое за вопрос. Про ERP мы вам отдельно расскажем. Так. Кто разработчик у нас 1С архива? Ну, 1С архив это у нас система от 1С. Есть выделенная линия, которая у нас консультирует по 1С архиву. Мы с ними частенько общаемся, перекидывают мы. Они уже нас перекидывают на специалистов, отвечают нам специалисты, которые отвечают за 1С архив. А если у вас какой-то организационный вопрос с этим связанный, то можете обратиться. Мы вам подскажем, как написать, как достучаться до разработчиков 1С архива, которые с этим работают. Такой опыт имеется. Так. Ну, а на сегодня спасибо вам большое за вопросы. Если еще какие-то вопросы остались, вы их в чат пишите. Может быть, даже если сейчас я их не успею уже ответить, они у нас бывает долетают, пока я завершаю вебинар. С удовольствием отвечу. Сегодня было у меня с вами очень интересно. Мы подискутировали, пообсуждали. Попробую свое лицо включить, но, видимо, сегодня из-за этого может у нас интернет будет подтормаживать. Чтобы попрощаться, включил видео. Спасибо вам большое. Хорошего дня вам. Увидимся на следующих вебинарах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok